Доброго всем вечерочка, дорогие друзья! Сегодня у нас будет некий обзор, некий смотр на игровую приставку Magister. Это выпуск Капсула Времени. Напомню, что такое Капсула Времени. Уже несколько роликов вышло, может быть вы их не смотрели. Здесь я вам показываю, что можно сейчас купить на Авито. Это какие-то комплектные, в основном это полнокомплектные игровые консоли. И некая история просто. Здесь я по большей части, коротенькие ролики, где я просто показываю состояние аппаратов, комплектацию. И как бы вас погружаю в то времена, когда вы могли прийти в магазин, купить какую-либо игровую приставку и посмотреть, вот как оно все из себя представляло. И возможно кто-то вспомнит такую игровую приставку, как Magister. Также были другие варианты, там Сюбор, например, был. Но была приставка Сюбор просто как приставка, как Famicom, да? А была Сюбор как клавиатура. У меня в принципе был даже обзор таковой. Там шел обучающий картридж, я тоже показывал содержимое, скажем так, этого обучающего картриджа. У меня, к сожалению, здесь комплект без картриджа, но я говорю, у меня был полноценный обзор точно такого же картриджа, точно такой же формата клавиатура, только здесь у нас Magister. И давайте просто посмотрим, каково оно было купить тогда. Вот такой вот наборчик. Итак, у нас вот здесь красочная такая красивая коробка. Здесь, в общем-то, наполнение написано. Здесь у нас что это? Персональный игровой 8-битный компьютер в одном корпусе. В те времена, как вы знаете, были распространены, ну и на территории Советского Союза еще, именно компьютеры, в основном советские, которые в формате моноблока были. Это, допустим, у меня был обзор такого компьютера, как Апогей. Достаточно интересная советская машина, которая построена на базе компьютера РК-86. Советские клоны ZX-спектрумов многочисленные, ну и различные другие советские машины. Там БК-01 и так далее. Ну и в принципе и на Западе тоже были распространены компьютеры в формате клавиатуры. Такие, как, например, MSX, Commodore. Тоже на них есть обзоры. Либо Atari ST, вот как раз таки, как компьютеры слоу пацана, который одел. Но там именно, вот если брать там Atari, Commodore, MSX, это очень серьезные, на тот момент довольно мощные, качественные машины. Зачастую и не 8-битные, а быстрее, там 16-битные процессоры стояли. То есть там прям очень мощные, очень качественные машины. Действительные работы, там подключение дисководов, принтеров. Ну различных устройств, шины данных присутствуют. Там серьезные, серьезная достаточно по меркам тех компьютеров графика. То, конечно, вот эти вот клавиатуры а-ля Dendy, это несколько такой игрушечный компьютер. То есть это по сути, ну даже вот какой-нибудь там советский вот этот компьютер, радио-РК там 86, апогей, БК-01, там клоны спектра. Но это все-таки да, это компьютеры, там можно нормально программировать, там можно подключать внешний аудиомагнитофон, все это записывать. Ну то есть это более или менее можно назвать компьютером. Там множество-множество разных программ, плюс программы вы можете сделать сами и так далее. А если мы говорим про MSX Commodore, это прям вот компьютер-компьютер серьезный, просто в формате клавиатуры. Это игрушечный компьютер. То есть это, ну, здесь да, идет вот этот обучающий картридж, да, там есть какие-то программы очень простенькие, простейшие. И можно ребенка так немножечко познакомить, чтобы он там учился печатать на клавиатуре, слепой метод печати, вспоминал, где, ну, как бы понимал, где какие клавиши, потому что здесь стандартная раскладка клавиатуры, как у персональных компьютеров тех лет. Ну и что-то помимо игр дел, как бы, да. Но что-то более серьезное, это, конечно, не компьютеры, то есть это игрушка. Для Famicom тоже оригинального в свое время выходил клавиатура отдельная, да, и там Family Basic был картридж специальный. Вот, но, в общем, вы поняли. Итак, давайте раскроем эту коробочку. Тут у нас вот, ну, что это детский компьютер, даже по коробке видно тут у нас черепашки-ниндзя, Марио, причем Марио современный. То есть рисовка Марио уже не 8-битная. То есть это, я так понимаю, уже более, ну, скажем так, поздняя история, во времена там уже, когда появилось более-менее что-то гораздо более современное. И это был как вот, как, ну, прям максимально дешевый такой вариант купить ребенку что-то наподобие детского компьютера, да. То есть когда денег на какую-то серьезную приставку нет, на компьютер, тем более, покупаем вот это. И здесь у нас и Basic, такой простейший Basic, да, есть. Здесь есть обучение печатать, есть какие-то вот игры там логические. Ну, простенькие какие-то вариации даже игр присутствовали вот на этом, как бы, обучающем картридже. Вот, давайте посмотрим, что он из себя представлял. Итак, достаточно, что необычно. Ну, это то, что здесь есть вот такая серьезная относительно инструкция по эксплуатации напечатанная, New Game. И здесь, ну, прям, как будто это настоящий компьютер. По крайней мере, для ребенка-то точно было. Знакомство с персональной обучающей ЭВМ. Составные части ЭВМ. Электронные меры предосторожности. Часть вторая, работа с учебной кассетой. Кассета, видите, называли картридж-кассета. Часть третья. Краткий курс программирования на языке Basic. Неплохо, да? Ну, как бы, в целом, в целом, действительно неплохо. То есть, и основы Basic, я вот помню, у нас в школе даже в те времена учили Basic. И, в принципе, вот здесь стандартные команды Basic присутствуют, скажем так. То есть, Print, Input S, нормальный такой, более-менее, я вам скажу, Basic. Вполне себе. То есть, можно сказать, вот такой вот детский компьютер, на котором действительно ребенок может учиться языку программирования Basic. Здесь вот даже закладочка осталась с тех лет. Видно, кто-то действительно пытался и изучал язык программирования Basic. Может быть, тут у нас в юге... Может быть, вот ребенок, которому купили эту клавиатуру, в дальнейшем стал программистом. Начал там печатать на C и так далее. То есть, не печатать, а программировать и создавать игры, к примеру, уже. А как первый компьютер, на котором познакомился с программированием, это был вот, собственно, этот магистр. Здесь есть чек. Чек, когда продан был этот магистр. И здесь мы видим 12-й месяц 99-го года. То есть, кому-то, получается, на Новый год купили вот этот вот персональный, так скажем, компьютер Dendy. Вот такие дела. Да. Магазин видеоигры. Волокамовское шоссе. Вот такие вот дела. В 99-м году на Новый год подарили вот такой вот кому-то компьютер. Что ж, в комплекте у нас идет... Ну, все стандартно. Блок питания. Блок питания. Пару джойстиков. Стандартных. С турбокнопками. Ну, довольно простые. С пломбами New Game. Ну, в принципе, джойстики такие себе по качеству. Так себе. Так себе. Собственно, RF кабель. RF переключалка стандартная, как на всех Dendy и прочих шла в комплекте, чтобы переключать с приставки на антенну. Ну и, собственно, сам компьютер. Вот. Вот он. Ну, то же самое, что и Subor. Они все плюс-минус одинаковые, эти компы. Причем, даже, что интересно, есть вот этот параллельный порт, что делает его более серьезным. Можно, я так понимаю, что-то даже подключить. Хотя, навряд ли, хоть кто-то использовал этот разъем, чтобы что-то к нему подключать. Вот. Сохранился он, скажем так, довольно неплохо. Раскладочка стандартной клавиатуры. Клавиши нажимаются неплохо. Единственное, вот пробел, конечно, чуть-чуть слабоват. Но обычная такая мембранная клавиатурка со стандартной раскладкой. Кнопка включения вот здесь. Ну и, собственно, слот под картридж. Вот так вот он выглядит. Вот можете обратить внимание на раскладочку. Кнопочку включения. Задние части разъемов. Ну и нью-гейм, наклеечка. Такой вот, собственно, компьютер. Ну что ж, ребятки, я, в общем-то, подключил этот компьютер. Здесь, да, действительно есть индикаторы работы. Работают обычные картриджи. Включается этой кнопкой. Можно использовать, в общем-то, любые картриджи. Я предлагаю вам посмотреть вот такой вот картридж. Сборник 478 игр. Продается на Яндекс.Маркете. Стоит недорого. Я пока ссылочку на него оставлю. Причем большинство, большинство игр на русском языке есть скрины, как видите. Вот такие вот скриншотики. И игр здесь, ну, дофига. А, 478. Причем это не как бы в наши времена. Типа многоигровки вот эти вот, где на самом деле там одна-две игры. Тут реально куча игр. Ну, посмотрите, все игры переведены. На мой взгляд, картридж, ну, прекрасный. Прекрасный картридж. Вообще оставлю на него ссылку. Ну, и в целом на подборку картриджей. Плюс на динде приставки. Если захотите, на Яндекс.Маркете что-то такое себе можете тоже приобрести. Ну, а Сюбор, что про него сказать? Он работает. К сожалению, то есть не Сюбор, а Магистр. Он работает. Ну, джойстики, говорю, отвратительные. Кнопка заедает. Вот эта вот, например, кнопка заедает у него. Но джойстики можно подключить при желании любые. И будет все это добро работать. Ну, естественно, в обычных играх вот эта вся клавиатура не работает, ничего она не делает. Это исключительно для вот этого обучающего картриджа. Если его нет, то извините. Просто играете в игры, как на обычной динде с джойстиков. Ну, а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бусти. Там вы можете поддержать меня, плюс получить дополнительные интересные ролики, которые вы можете посмотреть. Например, про электрику в доме. Как лучше, что подключать, чтобы защитить технику. Ролики из рубрики Олег Комментатор, где я комментирую какие-то интересные видео и даю тоже свои, соответственно, комментарии по поводу этого. Ну, и различные другие. Там про постройку кинотеатра, дополнительные разные материалы. Все это вы можете получить на Бусть. Плюс, если у вас появится, возможно, даже 100 рублей в месяц, будет серьезной поддержкой меня, моего канала. И возможностью и дальше покупать различный став и показывать вам его в роликах. Ну, и либо можете задонатить по ссылочке в описании. В общем, всем спасибо, всем до скорых встреч, удачи и пока. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал, вдруг, если вы здесь впервые. Всем пока.